Так, пожалуйста, поставьте плюсики, если меня видно, слышно, коллеги. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, обратную связь. А презентацию видно? Тоже отзовитесь, пожалуйста. Презентацию видно? Рада приветствовать вас. Меня зовут Нина Тринцева. Я основатель экопарка семейного отдыха «Маламутленд». Мы находимся в Самарской области, в поселке Прибрежный. Наш парк на пяти гектарах расположен между двух городов, между Самарой и Тольятти. В отличной транспортной доступности. И сегодня я вам расскажу о том, что мы предлагаем зимой. Наш проект, наш экопарк, он уникальный в своем роде и для страны, и тем более для Самарской области. Потому что на своей территории мы собрали развлечения, эко-развлечения, как мы их называем. И наша миссия состоит в том, чтобы гости, которые к нам приезжают через общение с живой природой, с собаками, другими животными, становились ближе родителей и дети. И не просто отдыхали, а сближались через природу. Сейчас я представлю вам наши продукты для отдыха на этот сезон зимний 2022-2023 года. Ну вот, значит, так наш парк расположен. Выглядит наш ресепшн. Гостей мы принимаем всех здесь. И в нашем парке существует несколько локаций. И в эту зиму мы предлагаем обновленные программы. Как всегда, новогодняя программа, наша самая большая, самая глобальная, то, что мы делаем. Ну, начать мне свое выступление хотелось бы с того, что в этом году, ну, мы как бы прошли огромный путь от того, что у нас стояла в лесу небольшая еранга. И было 8 ездовых собак до большого парка с различными локациями, начиная ездовых собак зимой и заканчивая мобильным аквапарком летом. И все эти годы, причем 5 лет, когда мы работали, мы очень хотели и мечтали о том, чтобы у нас появилось большое кафе. И я готова презентовать с радостью, сказать то, что в эту зиму, в зимний сезон мы открываем кафе. Это его проект, вы видите сейчас, на 120 посадочных мест. И большая проблема в том, что люди замерзают зимой и хотят с комфортом отдохнуть после проведенных мероприятий, она решена. Она решена тем, что у нас появится такой замечательный объект, теплый, вкусный, гостеприимный, в котором будет очень комфортно нашим гостям, особенно зимой после проведенного времени двух часов на улице. Ну и, как всегда, зимний сезон в нашем клубе начинается с новогодней программы. В этом году темой новогодней программы стали русские богатыри. Мы решили в патриотическом тренде зайти в сезон, и наша программа будет, героями нашей программы станут русские богатыри и конь Юлий. Ну, с отсылом, конечно, к мультику, которую любят дети. Наша программа, она начинает, стартует с декабря, конец декабря, и до 8 января она будет идти. Что в ней? Это, конечно, целевая аудитория, конечно, дети и родители. Если мы говорим про декабрь, мы работаем со школьными группами, большим потоком. Видно, да, презентацию? Я просто не совсем понятна мне из чата. Богатыри у вас на экране, видите их? Хорошо, продолжу я. Отклика нет. Значит, наша программа, она состоит из, конечно же, катания на собачьих упряжках зимой, анимации. В этом году у нас лошади появились, катание на санях. Ростовые куклы будут работать на площадке. То есть это два часа интерактива, активности на свежем воздухе с резиденцией Деда Мороза, в которой тепло мы чередуем площадки. Начинается программа со встречи на ресепшене. Здесь будут работать ростовые куклы и аниматор. Дальше мы приглашаем всех на территорию и идет наш квест. Катание на упряжках, посещение резиденции Деда Мороза, катание на санях, на лошади, контактное общение с животными, горячий чай и анимационная программа с богатырями. Здесь силушка богатырская, мы будем состязаться, играть и завершает анимационную программу катание на банане, зимнее катание на банане, на большом стадионе, с виражами, как на воде. Это на самом деле очень классное завершение, гостям очень нравится, всегда дети визжат, взрослые в восторге, отличное завершение. Программа 2 часа, потом, если у вас групповое бронирование комплексно, вас приглашают в наше кафе, вы можете заранее заказать комплексное питание, либо в разноброс зайти покушать гости, это без проблем. Вот эта программа и только она работает в период с декабря по 8 января. Цены, значит, если это для школьных групп январь, это 1200 рублей детский билет стоит и 800 рублей взрослый без катания на упряжках. Если это январь со 2 по 8, ну, до этого декабря, это 1400 рублей детский, 1600 рублей взрослый. По всем нашим программам для туроператоров, турагентства действует комиссионная система. Комиссия составляет от 10 до 20%. Пожалуйста, я вышлю в конце почту, телефоны, контакты, и мы готовы вам прислать все наши программы, чтобы вы посмотрели, что у нас зимой будет. И мы готовы к сотрудничеству, будем очень рады вашим заявкам. Всю зиму также будут работать, вот после того, как закончится Новый год, запускается несколько программ, которые будут и работать параллельно. Это выходной с шаманом, тимбилдинговая история есть очень классная для корпорантов, тимбилдинг стая, где гости сами ставят упряжки собачьи, сами учатся на них кататься, естественно, проезжают сами. И как проявляются, как в коллективе, тут хорошо очень обычно руководители наблюдают, как в коллективе работает команда, кто возглавляет. Потом получает обратную связь, очень с большим задором, мы регулярно ее проводим, на нее, правда, есть хороший спрос. Это именно корпоративная программа, ее проведение возможно и в декабре, в конце декабря, если по запросу. Стоимость ее полторы тысячи рублей, а длится она полтора часа. Также еще во все наши посещения в зимнее время входят горки и тюбинги бесплатно. Тюбинги у нас есть на площадке, две большие горки с высокими скатами, то есть как бы пребывание на территории неограничено, можно после того, как все программы заканчиваются, можно кататься. Также для школьников на протяжении всего зимнего сезона после новогодних праздников будут работать анимационные программы. В них, как всегда, входит анимационная часть, катание на упряжках, посещение питомника, где можно погладить собак, и катание на банане. Цены варьируются от 800 рублей с человека за программу от полутора до двух часов. Более подробные предложения мы будем, ну, можно получить по запросу. И также вот коллеги-организаторы обещают сделать рассылку с нашими программами подробно, которую мы сделаем в понедельник. Если нужно раньше, будем рады, если вы обратитесь, и мы вышлем вам ее. Также хочется сказать про экскурсии. На территории экопарка проживает 60 ездовых собак. Собаки содержатся в деревянных вольерах. В каждом вольере живет две собаки. Собаки очень общительные, контактные. Мы проводим экскурсии в питомник. Стоимость экскурсии от 300 рублей, где можно будет узнать про породу, пообщаться с животными, послушать инструктора, задать ему вопросы, поконтактировать с ними, самое главное, пообниматься, сфотографироваться. Собаки, они очень потрясающие на самом деле. Они дарят невероятные эмоции людям. Просто это такие существа, именно ездовые собаки, хаски, маламуты. Они рады просто любому гостю, любому человеку. Они любят людей и с большой радостью дарят свою любовь в общении, приводя гостей порой в замешательство от такой искренности и в восторг. У этих животных отсутствует генагрессия к человеку. Они на самом деле очень-очень ориентированы на человека, человекоориентированные существа. И это подкупает гостей. Дальше хочется еще рассказать отдельно про катание на банане. Мы это делаем с самого первого дня нашей работы. Вот у нас такой снегоход, такой банан. В этом году мы увеличиваем поток посещения гостей на площадку. И у нас будет работать сразу одновременно два банана, чтобы гости не ожидали, не ждали своей очереди. Были заминки в прошлом году. Это вот на стадионе. У нас большой стадион. Катает по три человека банан. Очень классно, очень эмоционально. Снег летит из-под банана, искрится, визги, счастье. Не только дети, взрослые тоже в полном восторге. И многие говорят, что это круче даже, чем катание на упряжке. Поэтому здорово, ну очень классная такая площадка. Отдельно хочется рассказать про нашего Деда Мороза. Вот у нас такой он необычный. Это Чисхан, житель самого холодного села Аймекон. Вообще в российском этносе этот персонаж, он Дед Мороз Дед Морозов. И существует даже такое мероприятие, когда все Дед Морозы, которые существуют в России, собираются у него на озере Аймекон. У него там ледяная резиденция. Мы его создали, поскольку у нас площадка такая северная ездовая. Мы его, ну такой сделали костюм, и у нас такой колоритный, но веселый. И он, у него резиденция на нашей площадке. Он в Новый год работает, вот всегда развлекает наших гостей. Такой вот у нас Дед Мороз. Также после новогодних праздников индивидуальные заезды стартуют. Хотелось бы отдельно уделить внимание, что это самостоятельное управление упряжкой. В то время, когда у нас идут групповые программы массовые, упряжка управляет каюр. Здесь заезды по лесу дальние 3, 5 и 10 километров. Цены разные. От полутора тысяч рублей с человека. В упряжке обычно 2 их. 3-х километровый заезд длится где-то минут 20. 5-километровый где-то минут 30. 10-километровый он идет с остановками, с чаем, с перекусом. Он около 2 часов с половиной длится. И он такой достаточно непростой в плане физической нагрузки, потому что там и в гору, и собачкам надо помогать. Там взаимодействие идет с собакой в этом заезде, с животными. Гость сам дает команды. Естественно, он не просто так встает в упряжку самостоятельно. Он проходит инструктаж. Наши каюры с снегоходной сопровождением сопровождают по всему маршруту самостоятельным заездом. Ну, такое удовольствие очень необычное. Не всегда собаки бегут быстро. Мы тоже предупреждаем туристов, потому что они сохраняют энергию драйва такого на первом старте, только и на финише. Это средняя скорость 10-15 км в час идет упряжка. Гость сам управляет, входит в повороты, лес, видны Жигулевские горы. Лес у нас, конечно, очень красивый. Это очень интересное мероприятие. Оно и в будни доступно, и в выходные доступно по предварительному бронированию. Обычно выходные всегда плотничком у нас, вот именно на такие прокаты. Поэтому бронировать обязательно нужно заранее. И также после проведения, это после проката, доступ к контактному общению для гостей с животными. Люди покатались, хотят погладить, пообщаться с собаками. Пожалуйста, горка. Безлимитное посещение. Ну и наше кафе, конечно, ждет гостей погреться, выпить глинтвейн. Также хочется отдельно сказать про команду аниматоров. У нас огромное количество костюмов уже за столько лет. Команда сколотилась хорошая. Мы работаем, и мы считаем, что это наше преимущество конкурентное. Между других площадок, кто проводит и новогодние программы, и остальные. В Новый год, например, на площадке у нас работает до 10 человек сразу аниматоров. И на каждом этапе, когда идет одна площадка, другая, гости проходят локации. Там на каждой локации работают, как правило, аниматоры. Мы сопровождаем группу. Мы не бросаем туристов на территорию. Они самостоятельно не гуляют во время проведения программ. У нас плотный график в новогодку. Группа за группой заходит. Но мы сопровождаем анимации ей на протяжении двух часов. Начиная от того, как подъехал автобус, машина на парковку. Там работает ростовой кукла, как правило. Затем, когда наступает время, программа начинается, гости заходят на территорию, с ними инструктор или аниматор. И дальше от локации к локации аниматоры меняются, действие меняется. Но всегда мы сопровождаем до конца, до банана. Банан, как правило, я говорила уже, он завершает нашу историю. Про горку я говорила. Также в этом году работает горка тюбинги. Горка высокая. Тюбинги с пластиковым дном очень классно скользят. Они у нас все в наличии. Обычно костям всегда хватает. Но мы иногда рекомендуем брать свои. Но их достаточное количество, много тюбингов. Также у нас детская площадка работает. И она и зимой работает тоже. И домики на деревьях. Небольшой веревочный парк. Зимой он тоже будет функционировать. Летом этого года у нас открылась конюшня. В нашей конюшне проживает три взрослых лошади и две пони. На них можно будет покататься зимой, как верхом. Если это новогодняя программа, то в санях. Мы приглашаем, будут круги. В новогоднюю программу входит катание на санях. А также как дополнительную услугу на любой из программ, в любом посещении, можно будет купить и верхом прокат, и групповое катание в санях тоже на лошади. Посмотреть, как живут наши животные. Пообщаться с ними. Также эти программы на протяжении всей зимы. И вот катание на лошадях доступны. Масленица мы проводим ежегодно. Масленицу. Мы жгем чучело. Мы проводим масленичные гуляния. Наша команда аниматоров проводит шоу. Прямо настоящее. В этом году мы планируем дешевый, ну, недорогой вход на масленицу. Он будет всего 500 рублей. И в эти 500 рублей будет входить программа, ну, нахождение на территории. И программа, большая программа на сцене, которая будет и на улице, и с танцами, разными состязаниями. И отдельно можно будет гостям докупить и прокат на собаках, прокат на лошади. Будут работать на улице блины жарятся. Будет работать кафе. В общем, вот, на масленицу тоже, пожалуйста, милости просим к нам на территорию. Отдельно хочется презентовать поход на собачьих упряжках. Это проект, который мы давно хотели сделать, но проводили всего один раз для небольшой группы. Когда мы его разработали, начались ковидные ограничения, и у нас, ну, как бы не получилось его реализовать. В этом году мы планируем проведение этого похода, четырехдневного, после новогодних праздников. Это конец января, начало февраля примерно. Дата сейчас мы корректируем. Что будет в него входить? Первый день – это, ну, пребывание гостей. Гости прилетают, приезжают и размещаются по желанию на базе отдыха, которая рядом с нами расположена. База отдыха комфортная, с душами, теплая. И мы ждем всех в этот день, в конце дня, на знакомство, на знакомство с животными, на первый инструктаж и на приветственный ужин. На второй день гости собираются, их инструктируют, уже обучают наши инструктора, как управлять, как контактировать. Мы самостоятельно выставляем упряжки и делаем первый переход на упряжках. Он небольшой будет, с отдыхом также и с перерывом. Потом второй переход уже большой, и мы переходим на базу отдыха, другую, которая в 40 километрах находится от нашей базы. Мы там размещаемся, мы прибываем на эту базу вечером, уже поздно. Ставим собак, кормим, поем и отдыхаем сами. Третий день – это дневка там на этой базе. Мы отдыхаем, собаки отдыхают. Мы развлекаем гостей, кормим, приглашаем, проводим мастер-классы, общаемся, опять же, также с животными, там баня, отдых. И последний день мы стартуем назад, большой переход, около 40 километров, приходим на нашу базу. У нас финальный гал-ужин, мы поздравляем каюров, поздравляем, делимся эмоциями и завершаем праздничным ужином и размещаем всех на базе отдыха, которые, опять же, у нас тут рядом находятся. Вообще целевая аудитория этого мероприятия – это Россия, стоимость его за 4 дня 60 тысяч рублей, этого мероприятия, оно не дешевое, но оно того стоит, потому как через вот это общение с собаками люди, менеджера, как правило, топ-менеджера, они происходят отрыв от повседневности. Я еще хочу отдельно акцент делать на том, что собаки, они очень отзывчивые, они дарят потрясающие эмоции. И вот эта вот работа человека и собаки на протяжении трех дней совместная, она незабываема. Мы, когда только начинали, мы тоже начинали с того, что ходили вот в такие походы несколько дней, до сих пор уже много лет прошло, это вспоминается как нечто невероятное. Это приключение, которого в жизни не было никогда. Да, и погода у нас тут, и климат вполне себе комфортный для вот такого там длительного, целый день перехода на собаках. В общем, ждем гостей на такой необычный поход. И закончить хочется тем, что собаки, ну, как я уже несколько раз сделала отсылок тому, что они отзывчивые. И вот эта фотография, которую вы видите, вот ребенок, который смеется, ну, каждый ребенок уходит с такими эмоциями, потому что они на самом деле дарят любовь. И наш эко-парк приглашает всех на новогодние праздники, на зимние праздники, на посещение, на развлекательные программы. Также в этом сезоне мы будем проводить и 8 марта. Все цены уже и предложения сформированы. И мы ждем ваших заявок. И готовы выслать вам программу. Также хочется еще отметить, что для турагентств у нас комиссии. Мы будем рады новым контактам, новому сотрудничеству, новым гостям. Будем рады, если вы будете включать посещение нашего парка в свои маршруты по Самарской области, в Самарскую область. Посещение в среднем занимает 3-4 часа у нас в зимнее время. Спасибо. Отправляю контактную информацию сейчас. Благодарю за внимание. Всего доброго. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Елена. Я представляю компанию «Центр туризма и отдыха УРА». Сегодня мы вам предложим 3 программы, которые подготовили специально для ваших туристов. Попрошу сказать, мне слышно, видно меня хорошо? Спасибо, коллеги. Итак, мы начинаем презентацию нашего первого проекта, который рассчитан на два дня. За эти два дня вы сможете побывать сразу в двух городах и увидеть самые знаковые места. И познакомиться с интересными нашими объектами. Значит, мы вас встречаем в городе Тольятти. Вы приезжаете на двухэтажном комфортабельном поезде «Москва-Тольятти-Самара-Москва». Естественно, встреча будет не просто сухая. Здравствуйте, да, проходите. Как правило, мы встречаем своих туристов с какими-нибудь интересными танцевально-музыкальными ансамблями. С вами и споют, и станцуют, и что-нибудь интересное спляшут. Сразу же мы вас сажаем в автобус и везем, конечно же, завтракать. Потому что хорошее настроение – это прежде всего насыпи желудок, правда? После завтрака также мы садимся в автобус и отправляемся в замок Гарибальди. Это очень красивое и интересное место. Да, оно современное, но замок захватывает, завораживает. Очень интересно посмотреть и пофотографироваться возле него. К сожалению, вовнутрь мы пока попасть не можем, потому что еще идут работы внутренние. Но даже снаружи он уже впечатляет. Вам очень понравится, вы это запомните и захотите приехать еще раз. Также мы с вами посетим музей истории автоваза, который тоже очень интересный и тоже знаковый. После музея мы сможем отвезти вас в отель, где вы сможете разместиться и отдохнуть. А потом мы опять забираем вас на экскурсию. У нас есть Поволжская академия образования и искусств, которая вдыхает совершенно другое настроение. Находясь там, ощущается какое-то чувство трепета. Что-то такое вот в воздухе витает загадочное, интересное. Вот там находиться я вот даже не могу передать словами. Это настолько уникальное заведение. Даже захватывает дух, когда вы видите такое огромное количество книг, картин на стенах. Это тоже очень интересно все. Ну, после этого, конечно, уже вы все устанете. Мы возвращаемся, ужинаем и отдыхаем. Там уже у всех свободное время. На следующий день, после завтрака, мы также вас сажаем в автобус и уже направляемся в город Самара, где вы также будете находиться в очень интересных и знаковых местах. Ну, сначала мы с вами заедем на вертолетную площадку. С высоты этой площадки, как на ладони, виден почти весь город. Очень хорошо видна Болга с ее заливами. Та сторона берега. Это очень красиво. После вертолетной площадки мы с вами поедем на экскурсию по самой Самаре. И если никто, вернее, кто-то из вас ни разу не был в Самаре, то, конечно, вы увидите Самару разноликую. Та, которая она когда-то была, та, которая стала сейчас, и та Самара, которая будет потом. То есть вы увидите и объекты старины, и современные. И мы с вами подъедем на площадку, где у нас установлена ракета. Вы все это сможете увидеть собственными глазами. В этот же день для всех любителей, и многие приезжают именно за этим, мы посетим легендарный наш бар на дне, в котором сможете продегустировать наши фирменные напитки от Жигулевского пивзавода, конечно, с какими-то вкусняшками. После этого мы также отправляемся с вами уже на вокзал на комфортабельных автобусах. Стоимость такого тура для взрослых составляет 24 600, для детей до 10 лет – 21 000. Как вы видите по нашей презентации, стоимость проезда, стоимость этого тура входит транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты на все мероприятия и музеи, куда мы вас будем завозить, также на мастер-классы, которые будут проходить, ну и, естественно, питание. Еще один проект мы вам предлагаем уже на три дня. Он рассчитан на посещение только Самары. Называется «Новый год по-самарски». Конечно же, мы тоже весело, интересно, музыкально встречаем вас на ЖД вокзале и сажаем в комфортабельные автобусы. Едем на обзорную экскурсию по Самаре, которая у нас так и называется «Открой свою Самару». Конечно же, посещаем знаменитый пив-бар на дне и также с дегустацией. Затем мы с вами прогуляемся по нашему Самарскому Арбату. Это улица Ленинградская. Как всегда, она очень красиво украшена будет к новогодним праздникам. Это ничуть не хуже, чем в Москве. Вам тоже все понравится. По Ленинградской мы, прогулявшись, отправимся в музей Модерна, который является единственным в России. Посмотрите современные картины, увидите интересные скульптуры. И там же при музее Модерна вы сможете посетить кафе с дегустацией кофе. Вы сможете продолжить свою вечернюю прогулку по новогодней Самаре. Она украшена во всех местах и на всех площадях. Будут красивые елки, светящиеся с огоньками, с шарами. Вот даже на презентации вы можете обратить внимание, это наша знаменитая площадь Куйбышева, которая является одной из самых крупных в Европе. И, как правило, на Новый год на площади Куйбышева у нас установлен объект для посещения Деда Мороза. После площади Куйбышева вы поедете в ресторан Чихана на ужин. На второй день мы отправляемся, опять же, на обзорную экскурсию. Посещаем парк дружбы народов. Я так думаю, наверное, уже здесь рассказывали коллеги о том, что представляет себя парк дружбы народов. Там тоже очень интересно. Вы узнаете многого интересного о других национальностях. Увидите дом нашей многонациональной страны. Каждая народность там представляет свой дом. Потом едем в ресторан на обед. А еще у нас для вас есть очень приятный сюрприз, что несмотря на то, что на улице будет холодно, морозно, вы посетите маленькое лето. Это наши волжские термы, где вы сможете поплавать в теплом бассейне не только под крышей, но и в открытом. Посетить несколько саун, бань, которые там будут разного формата, разного качества. Затем ужин в одном из ресторанов и еще экскурсия по ночной Самаре, потому что Самара очень большая, разносторонняя, и все увидеть за один раз, конечно же, невозможно. Поэтому старались вам в разное время показать разные части Самары. Мы завезем вас в кафе, где, опять же, вы окунетесь в атмосферу волшебства, мистики, потому что вы там не только сможете отпробовать, поддегустировать кофе, но и вам там разложат карты Таро, по которым вы сможете узнать какое-то свое будущее или что-то загадать. Гадают там не только по картам Таро, но и на кофейной гуще. После того, как вы узнаете свои радужные, интересные и приятные новости о будущем своем, мы отправим вас на автобусе на ЖД-вокзал, где посадим вас в поезд и пожелаем вам счастливого пути. Стоимость тура предусматривает как за стоимостью железнодорожного билета, так и без стоимости железнодорожного билета. Так же, как и в предыдущем проекте, в стоимость входит и питание, и транспортных сериалов, и экскурсионные обслуживания, и, конечно же, входные билеты. Еще мы вашему вниманию предлагаем однодневную программу, которая называется «Яркие выходные» в Приволжье. Как обычно, по нашей традиции, мы встречаем туристов на ЖД-вокзале с песнями и плясками. Едем с вами на обзорную экскурсию «Открой свою Самару». Опять же, мы едем на дно пив-бар, где мы с вами продегустируем несколько сортов пива с какими пивными вкусняшками. Опять же, пешая прогулка по Самарскому Арбату – это улица Ленинградская, украшенная по-новогоднему. Обедаем в одном из пешевельных ресторанов. Опять гуляем по новогодней Самаре с вами. Посещаем стадион «Солидарность». Так он находится на другой стороне города. То, естественно, мы-то отправляемся на автобусе. На стадионе «Самара», точнее, «Самара-арена» нас встречают с праздничной программой «Чаепитием». Затем мы с вами ездим на праздничный ужин в один из ресторанов города, где вас, конечно же, ждут приятные вкусняшки, сюрпризы от шеф-повара. А после такого замечательного, приятного ужина мы отправляемся на ЖД-вокзал и провожаем гостей, пожелав им хорошего пути. Стоимость такого тура, понятно, да, небольшая, 6500, но вы, собственно говоря, успеете увидеть за все это время достаточно много объектов и сможете проехать практически через всю Самару, начиная от ЖД-вокзала и до стадиона «Самара-арена». Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ну, так как вопросов в чате нет, мы ждем вас в гости и предлагаем захватить с собой только хорошее настроение, ну и, конечно же, мелочь, чтобы приобрести сувениры на память. Если вопросов нет, я прощаюсь, уважаемые коллеги, с вами. Добрый день. Хотела узнать, насколько меня слышно и видно. Видно, слышно? Отлично. Меня зовут Кондратьева Светлана. Я являюсь директором этнопарка «Дружба народа», который находится в городе Самара. И сегодня я хотела более подробно познакомить о нашем уникальном объекте, пригласить всех гостей на наши программы, на наши мероприятия, которые мы с удовольствием проводим. Итак, наш этнопарк «Дружба народов» находится в городе Самары всего в 10 минутах от центра, от исторического центра города Самары. Наш парк уникальный, и он построен по инициативе общественной организации «Союз народов Самарской области» под руководством и финансирование Хугаева Ростислава Ираставича, который является почетным гражданином города Самара, почетным строителем России, членом Общественной палаты Самарской области, членом Совета Общероссийской общественной организации Ассамблеи народов России. Конечно же, этот удивительный комплекс реализуется в целях сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации, народов Самарского края, укрепления дружбы, мира и межнационального согласия. Наш парк очень уникальный. Это архитектурный ансамбль из 20 национальных подворий, которые раскрывают культуру народов, проживающих в Самарской области. В национальных подворьях возведены дома и различные хозяйственные постройки, согласно традиционным занятиям народов. Это амбар, конюшня, мельница, пиловарня, кузница, пасека, колодцы и многое другое. И в каждом национальном доме выставлены свои исторические экспозиции, которые состоят из национальных костюмов, музыкальных инструментов, предметов быта и народного творчества, которые отражают особенности культуры народов нашего Самарского края. Здесь можно познакомиться с историей, с историей страны, с примерами трудовых и боевых подвигов многонационального народа России. Строительство парка началось в 2016 году, открытие состоялось в 2020 году. Знаменательный день для Самарской области это в праздник День дружбы народа в Самарской области. Очень много было гостей на мероприятии, что подтверждает значимость данного объекта и очень уникальна сама концепция строительства этого объекта. Подворья возводились по индивидуальным проектам, которые архитекторы разрабатывали совместно с этнографами, историками, представителями диаспоры общественных организаций. Люди разных профессий и вероисповеданий объединились и провели огромную работу по сбору информации о традициях, обычаях, укладе жизни людей разных национальностей, чтобы вековечить традиции своего народа. При строительстве комплекса использовались природные материалы, привезенные с исторической родины каждой национальности. То есть каждый дом у нас построен именно по тем традициям и материал привезен именно с того места, где именно тот или народ проживает. Так, например, для возведения осетинского дома необходимые материалы привезли с Осетии. Камни, которые пошли на изготовление забора, вот здесь на презентации как раз видно, они собирались в горных ручьях. Из Осетии приезжали мастера, которые специальными топориками кололи эти камни. Такая удивительная история у этнопарка. Армянский дом построен из розового туфа, который доставили прямиком из Еревана. А черепицу для немецкого дома построили. Черепицу из немецкого дома прислали в Самару из Германии. Еврейский дом построили по образцу здания 19 века, который сегодня можно найти в Энгельске, Самарской области. В парке уникальная казахская юрта. Это единственная большая 12-крыльная стационарная юрта, которая есть на территории России. Она сделана из натуральных, традиционных материалов дерева и войлока. В Казахстане юрты можно встретить и до сих пор, но обычно они меньшего размера, шестикрылые. Вот как раз на этих слайдах представлены все наши 20 подворий, которые работают открытые для посетителей в парке. Хотела бы сказать, что дома – это настоящее архитектурное, историческое, учебное и научное пособие. Приезжайте, изучайте. У каждого дома, подворья есть своя удивительная история в возведении, наполнении, экспозиции, внутренней и внешней. Все вымерено до сантиметра настоящими мастерами своего дела. И при их строительстве использовались традиционные приемы, сохранившиеся в памяти народа. Где еще можно, например, Самарской области, да вообще в Российской Федерации встретить настоящие юрты? И даже сравнить, чем отличается туркменский дом юрты от кыргызской, а та, в свою очередь, о казахской. Вот как раз на территории этнопарка это все возможно сделать. Каждый из домов обставлен в национальном стиле. Там есть и стилизация, искусственно выполненная современными мастерами, и очень много аутентичных экспонатов. Национальных одежд, главных уборов, музыкальных инструментов. И что самое главное, большая часть из них не наводил оподлинные вещи, которыми пользовались предки сегодняшних татар, мордвы, немцев и евреев. Так, например, убранство еврейского дома представляет собой мебель 19 века. Удалось привезти сюда старинный диван, этажерки, столбюро с посудой 19 века. Внутри белорусского деревянного дома рушники и занавески с традиционной вышивкой, стол, кровать, печь, которые даже можно растопить. В дагестанской подворье вещи везли из Махачкалы. Седла и для осла, и лошади, ермо, кувшины для воды, старинный плуг и очень многое другое. В татарском доме в деталях воссоздан быт тюркского народа. В мордовском доме, например, хранятся традиционные платья из конопли с яркой национальной вышивкой, ирзианские головные уборы со звонкими монетками и сапоги-гармошки. В азербайджанском доме на полу и на стенах ковры разных школ коврат качества. Одному из них 85 лет. В казахском подворье на стене висит старинный уздечек, который погоняли лошадей 100 лет назад. Вот такие уникальные экспонаты хранятся в нашем парке. Этнопарк дружбы народов находится в жилом районе Волгарь, Куйбышевского района города Самара на улице Александра Соложеницына. Парк находится в живописном месте на берегу, расположен на берегах озера. В 15 минутах езды от исторического центра города Самара. Как я уже сказала, наш парк представляет 20 национальных подворьев, большая площадь есть на территории, установлена сцена. На каменном покрытии в центре площади, где дома стоят с двух сторон улицы, если взглянуть на нее сверху с птичьего полета, можно увидеть изображение половинки солнца. Половинка солнечного знака с лучами, которые символизируют мудрость, положительные эмоции и удачу. Также на территории нашего парка работает чайный дом, где можно есть как буфет, работает выпечку, приобрести осетинские вкусные пироги, чай, соки. Так и можно заказать более комплексное меню вплоть до обедов. Это и кофебрейки, и обеды в разном составе. Парк имеет свою парковку для автобусов и автомобилей на 5 единиц и недалеко, в 150 метрах от парка находится еще одна парковка, которая может уже позволить себе вместить почти 15 единиц автобуса. Парк имеет транспортную, удобную доступность. Как я уже говорила, что из исторического центра Самары очень легко добраться и быстро до нашего парка. Также ходит городской транспорт и электричка, где остановка так и называется парк дружбы народов. Ну и, конечно же, на общественном транспорте есть два автобуса, которые можно самостоятельно туристам добраться до нашего парка. Парк работает у нас на регулярной основе. Здесь на слайде представлен график работы летнего периода. Со следующей недели мы переходим на график уже работы в осенне-зимний период, где с понедельника по четверг у нас будут парк работать только по заявкам, принимать группы организованные. А пятница, суббота, воскресенье мы традиционно представляем работу по двору, где каждый посетитель может приехать, купить на кассе входной билет, войти и получив расписание, получив количество и название подворья, самостоятельно посетить любые подворья и получить мини-экскурсию внутри него. Стоимость билета такого стоит 300 рублей и льготный билет 200 рублей. И график работы у нас тоже поменяется со следующей недели с 10 октября. Мы теперь будем работать с 10 до 18.00. Это касается пятницы, суббота, воскресенье. Для организованных групп мы выстраиваем по пожеланиям, то есть могут к нам и в 9 утра приехать, и в 10. Будем всегда рады видеть и откроем двери для любых групп, неважно, откуда они приедут. Хотела далее рассказать еще о том, что в нашем парке мы проводим наша деятельность парка. Здесь хотел как раз рассказать. Мы проводим обзорные тематические экскурсии. Экскурсии, конечно же, содержат посещение подворий. И в зависимости от того количества времени, которое вы хотите провести в нашем парке, и будет составлять количество подворий, которые вы сможете посетить. Есть программы, в рамках которых можно посетить 2-3 подворий. Есть программы, которые можно посетить наибольшее количество. Это и 6, и 7 подворий. Экскурсии могут быть различным направлением. Это могут быть и тематические экскурсии, это могут быть экскурсии с приглашением каких-то определенных специалистов. Подворье, которое мы можем вам показать, тоже принимаем заказ, то есть пожелание. Есть группа, которая целенаправленно просит открыть какие-то определенные подворья с учетом туристов, находящихся в тех или иных группах. Также представляем экскурсии с мастер-классами. Мастер-классы различного направления, это бисероплетение, изготовление кукол оберегов, изготовление денежных кукол, валяние, роспись магнитов, роспись по дереву. А также есть программы, которые сейчас пользуются очень большим спросом, это программы с угощением. Когда туристы проходят знакомиться с теми или иными подворьями, и в конце они заходят в тот или иной дом, например, в таджикский, узбекский или кыргызскую юрту, и для них проводятся экскурсии, которые завершаются дегустацией национального блюда. Мы предлагаем либо плов в узбекском или таджикском доме, или бешбармак в кыргызской юрте. В этой же юрте можно попробовать или в доме померить костюмы, головные упоры, сфотографироваться и пообщаться не просто с экскурсоводом, а пообщаться с тем представителем общественной национальной организации, который отвечает за то или иное подворье. Это является уникальным в нашем парке, то есть в нашем парке в подворьях работают не экскурсоводы, а именно представители общественных национальных организаций. И во время экскурсии вы сможете пообщаться с таджиком, с мартбой, с азербайджанцем, с кыргызом, ну и так далее. Конечно же, такой диалог, он очень уникальный, очень интересный, и, как правило, туристов потом просто невозможно выдернуть с этого дома, потому что завязывается диалог не только в рамках подворья, но вообще, то есть любой вопрос, конечно же, находит свои ответы у того или иного представителя в подворье, потому что все представители национальных общественных организаций, они в теме не только про это подворье, не только обладают историческими познаниями, ну и, конечно же, они знают о современном состоянии того или иного государства или того или иного народа, который вот присутствует в нашем парке. Также хотела сказать, что в нашем парке есть и традиции проведения различных мероприятий. Как правило, они проходят два раза в месяц, и, как правило, это воскресенье. На этих мероприятиях мы представляем различного плана, различного формата программы. Это и концерты, это и ярмарки, это и различного плана, здесь вот можно посмотреть, да, это и квесты, это и дегустации, и много чего другого. И немаловажное тоже хочу сказать, существует у нас программа, это программа для школьников, которую мы разработали, и уже она опробована, очень много школьников к нам приезжают, начиная с сентября. В сентябре и с августа месяца мы представляем очень большое количество программ. Программы, конечно же, во-первых, это обзорные экскурсии, они отличаются и по времени, то есть, опять же, по заказу организации, по времени, которые хотят провести в нашем парке, та или иная группа. Затем, есть программы, которые с мастер-классами для детей, есть, и, конечно же, завершаются они чаепитием. Есть программы, которые мастер-классы, чаепития и еще и содержат различные игровые блоки. Игровая программа, которая представляема для школьников, она как раз рассчитана на возраст 6 плюс и предусматривает не только тот исторический материал, который мы предоставляем, но и учитывая, что детки, конечно же, хотят и подвигаться, побегать, и много сидеть они не могут. Мы им представляем такую вот программу, где мы еще и знакомим их с национальными играми, знакомим и даем попробовать поиграть, попробовать себя в той или иной игре. Встречает группу какой-то представитель из сказки, легенды, как правило, это Иван, который знакомится с ребятами, рассказывает. Так, тут кто слышит меня кто-нибудь? Ответьте. Значит, и еще одна программа для школьников показывает, что у нас заканчивается время. Это иммерсивный спектакль «Сквазочный квест», где ребята уже с актерами проходят квест, ищут Бориславу, которая спрятала «Жигулиха» вместе со Степаном. Жигулевская нечисть присутствует тоже еще один персонаж, который мешает прохождению квеста. Ребята в игровой форме проходят данную игру, и в конце эта программа заканчивается росписью пряников, общением и чаепитием. Также у нас проходят различные мероприятия. Здесь вот на слайде можно посмотреть, это и праздник осенины, и будет у нас и Всемирный день хлеба 16 октября. Это и праздничная программа, посвященная Дню народного единства. Хотела еще как бы акцентировать внимание, что отличительной особенностью нашего парка является то, что наши экскурсоводы это представители национальных организаций, представители тех народов, которые представлены в нашем парке. И поэтому общение и экскурсии, она является уникальной и отличается от многих экскурсий, которые в музейных комплексах проходят экскурсоводы. Зимняя программа в нашем парке будет также представлена. Значит, конечно же, мы свою территорию будем оформлять. Это будут и различные фотозоны и праздничные иллюминации. Мы поставим новогоднюю елку. Будут у нас работать экскурсии. Так как наши дома все отапливаются по дворе, то, конечно же, очень много программ будет выстроены внутри подворья. Это, конечно же, новогодние мастер-классы, связанные с этим прекрасным временем года, с этим прекрасным сказочным праздником. Это изготовление новогодних украшений, и роспись елочных игрушек, и композиции своими руками, и многое другое. Еще составляющие мероприятий связаны с проведением различных игр, состязаний, конкурсов на открытом воздухе. И, конечно же, будут у нас и аттракционы, также катание на упряжках и лошадях, передвижные зимние аттракционы. Подготовлен и перечень у нас мероприятий, которые начнется 20 ноября, с открытия зимнего сезона, с праздничной программы «День рождения Деда Мороза». И затем будут программы различного направления и с различным содержанием. Это и программа «Поворот на Новый год», это и программа «Коледа», «Коледа». Это и праздничные программы, которые будут в новогодних каникулах. Это 3 и 5 января, где будут тетрализованные программы, конкурсы, игры, различные аттракционы. Это Рождество. 23 февраля на Старый Новый год мы будем проводить конкурс на лучшую снежную скульптуру. 23 февраля у нас состоится праздник «Молодецкие забавы». Во время праздника мы также будем принимать экскурсионные программы. Как правило, туристы получают еще больше дополнительных эмоций. Они могут зайти в подворье, они могут послушать экскурсии, они могут дополнительно пройти какие-то мастер-классы, но и выйдя на улицу, здесь могут очутиться на празднике уже и воспользоваться тем таким форматом праздничным уже на улице. В конце хотела показать наши расценки на наши услуги. Это просто посещение парка и обзорные экскурсии. Школьные программы также представлены. Все программы содержатся в школьной программе. Это агентское вознаграждение 10%. И также парк Дружбы народов является участником программы «Пушкинская карта». Пожалуй, такая краткая информация. К сожалению, время заканчивается. В конце своего выступления мы хотели бы разыграть 4 билета на семью на посещение нашего парка. Я хотела бы задать вопрос. И тот, кто правильно ответит, первый. Затем нужно указать правильный ответ. И телефон, по которому можно позвонить и договориться о встрече или как вам отправить эти билеты. Итак, этот вопрос, который сегодня мы хотели озвучить, это «Как называется печь для приготовления разнообразной пищи, также для обогрева помещений в культовых и лечебных целях у народов Азии, Кавказа и Балканского полуострова?» И ждем от вас ответ. Итак, еще раз хочу прочитать вопрос. «Как называется печь для приготовления разнообразной пищи, также для обогрева помещений в культовых и лечебных целях у народов Азии, Кавказа и Балканского полуострова?» Тот, кто правильно ответит, хочу еще раз попросить, чтобы напечатали свой телефон. Мы с вами свяжемся и обязательно договоримся о том, как эти билеты вам или фамилию как-то запишем вашу, чтобы вы приехали и могли воспользоваться услугой нашего этнопарка. Мы всех ждем на территории нашего этнопарка. Все, кто к нам приезжает, все с удовольствием проводят время и говорят о том, что его очень мало, поэтому планируйте проведение где-то по три, по четыре часа. Ну, а экскурсионные группы, как правило, двухчасовые программы более-менее содержат вот этот материал интересный, который можно получить. А так все, кто два часа у нас бывает, все говорят, ну, здесь еще нужно или приезжать, или еще время провести в нашем парке. У нас очень интересно, у нас очень много представлено разнообразных народов. Ну, это как вы можете съездить в отпуск, а здесь в какую-то другую страну, а здесь вы сразу можете посетить очень много стран, познакомиться с культурой, пообщаться с представителями тех или иных национальностей. С удовольствием вас всех ждем на территории нашего этнопарка. Спасибо огромное организаторам за возможность поучаствовать в данном замечательном проекте. Спасибо. И контакты. Вот слайд, где наши контакты. группа ВКонтакте, сайт и телефоны, электронная почта, на которую мы ждем ваши заявки. Спасибо большое за внимание. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.